Всем привет, ребята, и в этом видео мы с вами будем повторять очень трендовый макияж этой зимы. Он называется «Чистый макияж», также его называют «Макияжка в Кухе или Бибер», макияж «Влажный макияж» его еще называют, у него есть целых три названия. Из всех вариантов мне больше всего нравится макияж «Чистый макияж», потому что он, правда, будет лид очень чистым, очень натуральным, очень красивым. Мне такой макияж нравится, поэтому я подумала, почему бы нам сами его сегодня не повторить. Поэтому давайте начинать. Также, как я и сказала уже, этот макияж еще называют как макияж у Хейли Бибер, потому что именно она, мне кажется, так сказать, распиарила этот макияж. Именно благодаря нее он стал макияжем зимы, трендовый макияж и все дела. Но если выточнять, то, наверное, все-таки ее визажист не она, но тем не менее. Первое, что я буду наносить, это я буду использовать два консилера. Один от Dior, второй от Vivienne Sabo Aurora. Я их смешаю. У консилера Aurora достаточно легкая текстура, и он более светлый, а Dior более темнее, и у него более плотная текстура. Беру кисточку для консилера, смешиваю и наношу по глазам. Как-то вот так я все наношу на своем лице, беру спонжик и все хорошо им растушевываю. Вообще, так сказать, суть данного макияжа это сделать максимально натуральный и тем не менее влажный сияющий макияж, чтобы ваша кожа выглядела здоровой и сияющей изнутри. Именно поэтому этот макияж также называют влажным макияжем. Для такого макияжа лучше, конечно, буду использовать кремовые текстуры, поэтому румяну я возьму от My Clorance. И нанесу как-то вот так на нос чуть-чуть под породок и немножечко совсем на лоб, а и на глаза, конечно же. Вот такую вот кисточку и сейчас буду начинать тушевать ей, а потом, если что, пройдусь еще спонжем. Пока я тушу румяна, я хотела бы вас попросить написать под этим роликом вопросы для видео «Вопрос-ответ», потому что мне кажется, что это видео было бы в тему, сколько у меня уже вышло роликов на канале. А мы с вами до сих пор, так сказать, не пообщались, не поговорили, поэтому мне будет очень приятно, если вы напишите мне всякие вопросики в комментарии для ролика. Немножечко пройдусь влажным спонжем. Думаю слегка нанести еще одни румяна от Morphe, муссовые румяна. Прямо чуточку, потому что они очень такие пигментированные. Получается у нас как-то вот так. Теперь, наверное, самый главный элемент этого макияжа – это жидкий кремовый хайлайтер. Почему именно жидкий кремовый? Мне кажется, что именно у жидкого кремового хайлайтера свечение идет более натуральное, и как раз-таки благодаря кремовому хайлайтеру можно получить этот влажный эффект, этот влажный финиш на вашей коже. Сухим хайлайтером получается немножко другой финиш, немножко другой эффект. Именно поэтому я искала себе кремовый хайлайтер, потому что до этого… Ну, у меня был один хайлайтер, но в последнее время кремовых хайлайтеров у меня вообще не было. И, мой взгляд, пал на хайлайтер от Organic Kitchen, это с каким-то визажистом. Лена Ясенкова, не знаю, куда правильно падает удаление, не знаю, этого визажиста, простите. Беру чуть-чуть хайлайтера и пальцем буду наносить на скулу. Я надеюсь, вам видно, как у меня сияет кожа. Хайлайтер очень красивый, очень деликатный. Я такой очень люблю. Чуть-чуть нанесу еще на глаза. В видео макияже Vogue хайли используют контур, поэтому я тоже воспользуюсь контуром. Она используется ухой, но я возьму вот такой жидкий от Chic. Его стоило, конечно, наносить до румяна, но ничего страшного. Так тоже, в принципе, можно. Далее я возьму пудру, фиксирующую пудру. Возьму от Estrada, потому что она такая прозрачная, на коже никакого оттенка она не дает. И закрепляю консилер. Совсем чуть-чуть наношу пудру. Особенно в этой зоне аккуратно делаю, чтобы не задеть хайлайтер и все остальное. Еще я также закреплю зону лба, потому что у меня комбинированная кожа. Эта часть лица у меня ожирнится. И сюда никаких хайлайтер я не наношу, а слегка вот так вот закреплю кудрой. И подбородок тоже. Сюда еще, потому что сюда я тоже наносила. Консилер. И вот так вот. Для этого также можно нанести какой-нибудь, может быть, контур на ваши глаза. А можно оставить просто румяна, который я и так уже нанесла. Я, пожалуй, оставлю только румяна. И можно уже переходить, в принципе, к глазам. Для того, чтобы выделить наши глаза, так сказать, я возьму карандаш от RAD. Пропрашиваю межресничку. А после возьму коричневые тени, маленькую кисточку и сделаю небольшую стрелочку. Чтобы благодаря этой небольшой стрелочке сделать акцент именно на глаза. Не знаю, почему я всегда, когда я делаю межресничку, у меня всегда дергнется рука и будет что-то примерно такое. Поэтому обязательно это подправляем. Вот такую вот тоненькую скошенную кисточку. Беру коричневые тени, у меня палетка Sweet Peach Too Faced. Я тут даже смешаю два оттеночка у себя. И вырисовываю небольшую стрелочку. Теперь я накрашу ресницы, но для начала воспользуюсь кирлером. Беру тушь, я воспользуюсь тушью от Gucci. Лоза готова. Я сделала, как вы можете заметить, максимально такую маленькую нежную стрелочку. Можно сказать, даже почти растушеванную. Также можете сделать любую стрелку, которая вам нравится. Черную, коричневую, синюю, голубую. Вообще без разницы. Так как я повторяю и делаю clean makeup, то в этом понятии надо сделать что-то максимально натуральное и нежное. А теперь давайте перейдем к губам. Недавно я сделала очень прикольное такое, как по мне, сочетание карандашей. Это карандаш Stellar в 0,9 оттенке и Divash, новый мой карандаш, в оттенке 10. Карандашом от Stellar я делаю контур для губ. Карандаш от Pupy ради этого спонжика, чтобы немножко подтушевать. Беру карандаш от Divash и заполняю им все. Выглядит пока вот так вот. Я возьму в угле Scott Mordfield Medicine Beer и просто крашу губы. Ну что, ребята, вот так вот у нас с вами получился clean makeup. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Вам понравился макияж. Будет очень приятно, если вы поддержите меня своим лайком, комментарием и подпиской. Также не забывайте про мои соцсети Instagram и Telegram, потому что Telegram я веду достаточно часто. По крайней мере, стараюсь туда выкладывать что-то каждый день. А в Instagram я решила заново активироваться, снимаю рилсы. Конечно, не так часто, но тем не менее, я очень стараюсь. Поэтому, если вы подпишетесь на меня в других соцсетях, мне будет очень приятно. На этом видео подходит. Спасибо большое за просмотр и всем пока!